Всем привет! Сегодня мы проведем еще один забавный эксперимент с детекторным приемником, который я снабдил усилителем. Как видите, у меня все подготовлено для того, чтобы использовать разные детекторы и испытывать их. Здесь у меня медные зажимы, в которые я могу вставлять диоды или транзисторы, или еще что-нибудь. В данном случае мы будем испытывать свойства сим-карты. Как думаете, будет звучать радио, если я буду прикасаться к контактам сим-карты вот этими проводами? Они как раз подсоединены к этим клеммам. Я уже заранее настроил радиостанцию, которая звучит. По-моему, это Япония. Вот у меня есть небольшой усилитель, который питается вот здесь от батареечки, и динамик, на котором мы будем слушать результат приема. Контур настроен, я его трогать не буду, потому что он очень чувствительный. А сейчас контактами я буду детектировать сигнал с помощью сим-карты. Давайте попробуем. Пока ничего не слышно. На самом деле, я уже заранее определил, какие контакты играют хорошо и буду прикасаться к ним. Касание к вот этим дальним контактам дает малый эффект. А вот так можно даже расслышать японскую речь. Я попробовал найти более мощную радиостанцию. Вполне характерные звуки. Иностранная речь. А в качестве детектора мы используем сим-карту. Слышно даже музыка. Другие контакты карты не срабатывают. А теперь давайте я вам расскажу, почему вот такая симка может являться детектором в нашем радиоприемнике. А все дело вот в чем. В симке есть микросхема, микропроцессор. Есть генератор тактовой частоты. Я взял большую микросхему с золотыми ногами, чтобы наглядно вам показать, как все может происходить. В этой маленькой симке процессор выглядит примерно так. Только он сплющен и более компактен. Поэтому давайте посмотрим свойства большой микросхемы и именно свойства детектирования выпрямления сигнала радиостанции. Я надеюсь, вам было хорошо слышно. Такая микросхема является детектором даже получше, чем сим-карта. В любой сим-карте есть диоды, есть транзисторы. А мы хорошо знаем, что диодики и транзисторы, обладая ПН-переходом, могут выпрямлять переменную частоту радиостанции и тем самым детектировать сигнал. На самом деле проводить вот такие эксперименты очень даже некорректно. Все дело в том, что и диоды, и транзисторы, и вот такие выпрямительные мощные диоды, они обладают своей емкостью. Небольшая емкость вполне достаточна для того, чтобы антенна начинала уже наводить на усилитель свои сигналы и он усиливал их. Поэтому, когда мы применяем усилительный каскад или же подключаем наш детекторный приемник к внешнему усилителю, мы заранее нарушаем условия детектирования. Мы включаем усилительный каскад, который содержит транзисторы, диоды, резисторы так бы не участвуют, и тем самым мы уже детектируем сигнал. Если кто хорошо знаком с усилителями, или особенно те люди, которые столкнулись когда-то с ламповыми усилителями мощными, то они прекрасно знают, что на вход усилителя достаточно ткнуть пинцетом, отверткой, ножом или пальцем, и вдруг звучит радиостанция. Ничего удивительного в этом нет. Даже человеческое тело является антенной, в усилителе есть предварительный каскад, который содержит выпрямители, даже ламповые. Вот сигнал детектируется, усиливается усилителем, и мы слышим радио. То есть в банальном случае, если мы имеем вот такой вот усилитель, нам уже вот эти вот микросхемы, или симки, или даже бананы, которые выпрямляют якобы сигнал, не нужны. Достаточно контура, усилителя, динамика. Ну а на этом все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Пока.